Бескидский тоннель открыт, он соединяет Львовскую и Закарпатскую области. Завершение этих работ ждали почти 4 года. Как выглядит один из самых масштабных инфраструктурных проектов, и кто его строил, знает Галина Икошко. Это первый поезд, который проходит по Бескидскому тоннелю из Львовской в Закарпатскую область. Теперь можно добраться, преодолев всего около 2 километров пути. Таких поездов каждый день здесь будет проходить не менее сотни. Это в два раза больше, чем пропускал старый одноколейный тоннель. Новый позволит значительно быстрее доставлять грузы и пассажиров по международному транспортному коридору в Италию, Словению, Венгрию, Словакию. В Ольвовскую область приехал и Петр Порошенко в кабине машиниста. 60% экспортного потока, который перевозится с Залезницей, идет через Бескидский тоннель. Сколько раньше потягил тоннель, старый тоннель, который пребывает в аварийном состоянии и в любой моменте мог зачинуться, створивши коллапс для Украины, пропускал 40-45 пар поездов на дубу. Этот тоннель больше сотни. Это самый масштабный инфраструктурный проект Украины. За время независимости на его строительство потратили почти 3 миллиарда гривен. Деньги взяли в кредит у Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка. Работы выполняли в основном украинские компании под руководством иностранных специалистов. И завершили проект на полгода раньше, чем планировалось. Европейская фирма, опытная в строительстве тоннелей, 30 лет нашей фирме опыта в строительстве тоннелей. Наша основная задача была здесь наблюдение за качеством проводимых работ. Здесь оборудовано 16 камер видеонаблюдения, пожарный водопровод с тремя цистернами и система автоматического пожаротушения. В случае чрезвычайной ситуации старый тоннель можно будет использовать для эвакуации. Выступая во время открытия тоннеля, президент напомнил, что деньги, которые были конфискованы у Януковича и его окружения, идут на проведение реформ в разных сферах жизни Украины. За рахунок денег, полтора миллиарда долларов, которые были конфискованы у Януковича и его клики, для того, чтобы строить сельскую медицину, для того, чтобы строить армию, производить боеприпасы, строить уже не казармы, а гуртожитки для украинских контрактников, увеличить обороноздательность государства. После торжественной церемонии Петр Порошенко отправился на Яворский полигон инспектировать всеукраинский проект по строительству новых общежитий для контрактников. Со временем в них смогут разместиться 23 тысячи военных. Глина Якушки, Юрий Голубенко, подробности, телеканал Интерлевовская область.